всем привет ребята мы продолжаем наше путешествие по индии начинается четвертый день и сегодня отправляемся в следующее место это замечательный город у дайпур это белый город и будет еще очень много всего интересного много интересных приключений погнали мы проснулись в новом городе индии который называется джайпур сейчас у нас будет завтрак в отеле про отель я вам рассказывал вчера в котором мы заселились на этой крыше наверное самое излюбленное место работников этого отеля они сюда приходят вечерами даже вот спящий человек есть один смотрите видимо вчера он смену как бы отработал и сейчас он спит так что когда вы приходите в отеле и думаете что вас обслуживают чуваки которые там у них все хорошо у них есть там свое жилье да это не всегда так бывает что они спят на крыше у них нет собственно жилья видимо получают совсем копейки за то что работают в этом отеле мы сейчас выдвигаемся в место которое называется амбер форт ребят посадили вот в этот тук-тук они там втроем сидят нас получилось 300 рублей за тук-тук ну а пока мы едем к нашим слойникам на которых будем кататься давайте посмотрим на сам город город джайпур слоники мы добрались мы сколько много словников сейчас будем узнавать цену насколько нам известно это 1100 рупий за слона мы залезли на слоников едем у нас получилось три слона на одном стране едем мы с лизой причем здесь такие удобные сидушки смотрите сидишь не как в таиланде обычно сидишь как бы передам смотри вот смотри вперед да видишь боком едешь соответственно тоже боком очень классно есть такая мини кровать у нас вот такой водитель наш драйвер не надо ладно русское имя не на у слона вот у нас приветствует предлагают всякие слоновые штуки деревянные честно говоря сейчас очень сильно задалбывают конечно ехать спокойно в тишине проделали уже полпути поднялись наполовину все нас пытаются фотографировать видимо потом внизу будут предлагать какие-то фотографии которые нам не нужны и теперь мы едем еще дальше да наверх уже вот так мы на слоне катаемся дарина понравилось да так себе впечатление не особо мы подняли с никомы вверх и заехали в форт амберг прямо на слона очень классно не только как в индия на жонсе фильме это кстати одна из самых лучших прогулок на слонах которые когда-либо спутала потому что здесь как по слону хорошо идет да ну да где-то плавно нежно ступает как должно быть а не как тебя там вообще месяц по всему слону ну когда мы катались в Тайлане там слоны прям так там тебя офигачивает вообще туда-сюда и стороны в сторону тебе понравилось да да страшно ваку ты каталась уже на слонах нет никогда преврат жизни классно это вообще круто вот ребята приехали судя по их лицам что-то они не очень рады как бы знаешь сколько бы стоило поездка на слонах в россии да понятно миллион долларов вот и все в самом центре этого форта на самом верху здесь такая площадь куча-куча людей форт амберг янтарный форт он построен в 16 веке естественно он выполнял оборонитель функции ни разу ни разу за все время он не пал из-за того что сказала что форт никогда не брали вот реально смотришь на форт смотришь на эти стены которые находятся там под облаками такой форт точно не возьмем когда-то заберешь уже подохнут это видимо королевский волшебный сад с фонтанами где самые крутые чуваки этого форта давным-давно отдыхали а сейчас находимся в зале тысячи зеркал и вы не представляете что здесь происходит здесь реально за четыре дня нашего путешествия по индии пока что самое сложное испытание потому что мы поднимаемся уже достаточно долго вся спина мокрая насквозь но все это скрашивают замечательные виды здесь раньше была система ПВО противовоздушная оборона с видом на нижний форт амберг мы заплатили по 50 рупий с человека забурились тук-тук и едем дальше следующий форт у него здесь такая крутая система сигнализации просто космос смотрите чтобы посигналить нужно видите проволочка такая торчит вот она она замыкается железом мы забрались на самый верх этой крепости здесь на самом верху крепости есть ресторан но вход в этот ресторан стоит 200 рупий и платите вы получается только за вход вот мы зашли я не знаю честно говоря какой здесь сервис но здесь такой жуткий срач бычки валяются но вид конечно да не поспоришь вид красивый жалко что туман но видно весь город как на ладони эти трущобы индийские трущобы с видом на крепость на горы здесь внизу вот такую меню прямо на стене висит здесь нужно все вот это выбрать что-то все местное индийское карри можно выбираем ромать взял себе на 660 рупий вот такой набор здесь две лепешки у него супчик с луком супчик с луком получается крем года крем-суп какой-то да . какая-то непонятная субстанция с луком нам принести салат там было две помидорки которые мы уже съели и все остальное сладь это просто тупо лук такие огромные куски лука это салат называют и вот остальные блюда это курица курица с карри в общем одно одно блюдо стоит 300 попробуем острый блюд делал может вам рис это вместить перемешиваться костями смотрите как это есть жесть какая-то это еде ну что ребята впечатления по еде не вкусно и все вот лучок вообще нечего сказать ребята самое вкусное всего это лук да лис даже не съел эту тарелку мне все придется доедать потому что я съел свою весь насквозь моглить очень-очень единственное что здесь реально впечатляет это не да который меня только чуть не стошнило который даже не доел здесь хотя бы есть какой-то вид красивый вот найти трущобы это не трущобы как а что это нормальные живые кварталы если бы я жил что у меня нет я бы не трущобы это там где палатки стоят не знаю там они накрыли а это это тоже трущобы вполне тоже трущобы нету каменные дома каменные трущобы значит короче мы уходим из этого шикарного пятизвездочного ресторана который находится в форте который называется нахат харк нахат харк рассказал роман как называется ресторан так же здесь и готовы реально полное днище никому не советую здесь есть здесь очень-очень-очень много обезьяна по-моему все лазят что кушают с красными попками капец и даже здесь срач ну почему почему вы все засрали объясните мне почему в индии все красивые места не то засраны в хлам это обезьянка суицидник она сейчас сидит на вершине дворца и думает как бы ей спрыгнуть вниз и убиться чтобы точно и сразу и посидеть спокойно для посмотрите на его глаза внимательно это просто боец он завоевал эту крышу заканчиваем наше приключение по трем фортам в общем вот такой форт сверху все заканчивается реально я уже здесь нагулялся там внизу трущобы он дети катаются на санках по песку потому что нет выхода снега нет и единственное что я сейчас хочу это просто поесть нормально просто птица вниз город сесть нормальный ресторан нормально поесть здесь прямо целая китайская стена если хорошенько сделать фотографию постараться то можно приехать домой выжить фотку на странице стать я был в китае вообще легко знаете вернулись обратно в город джайпург спустились вниз так сказать сбор вот такая улочи здесь находится один из магазинных базарах очень 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 много базаров и на этом базаре продаются продаются разные одежда вот люди ходят смотрят интересно что же я делаю такое я снимаю видео короче базар на этом базаре продается такая индийская одежда я вот думаю девчонкам будет интересно посмотреть что продается что можно купить все не такое как бы дорогое В средней цене там 200-400 рупий, всякие платки, платья, сарафаны. Смотрите, все сверкает, светится. На этом рынке есть специальный место, где готовится индийское мороженое. Называется Фалуда, это все, что я знаю. Здесь 5 разных ингредиентов, кладется какая-то штучка сверху льдом, потом замороженная, штука замороженная, сверху шарик мороженого. Потом поливают какой-то простоклаш, и вот он сейчас поливает. Потом еще сверху поливают джемом. Такой один стакан местного мороженого стоит 60 рупий. Короче, здесь йогурт, мороженое. В самом низу мороженого лежат вот такие вот макароны непонятного желтого цвета. Честно говоря, я боюсь это есть. Очень какой-то бред вообще. Лучше мороженое отдельно сделали. Все вкусно, кроме макарон. Да нет, не только. Вот все местные кушают макароны. Так странно наблюдать, за нами наблюдают, да? Белые сидят в весу макаронах. Короче, мы то мороженое местное не доели и решили просто взять нормальное мороженое. Сделали три шарика. Один шарик стоит 30 рупий. Уже возвращаемся обратно в наш отель. Нужно затариться немного фруктами. Вот здесь покупаем бананы. И находимся в таком месте, где огромное-огромное скопление огромных двухэтажных автобусов. На одном из таких автобусов мы сейчас поедем в следующий город. Это, грубо говоря, такой огромный-огромный автовокзал в центре города. Загружаемся в наш автобус. Посмотрим, как он внутри устроен. Тоже двухэтажный. Это наш второй автобус, на который мы перемещаемся по Индии. Он достаточно комфортнее. Во-первых, потому что у нас очень сильно кидает из стороны в сторону. Короче, мы сейчас, когда были на рынке, купили себе простынь. Теперь, смотрите, видите, здесь лежит наша новая простынь. Потому что, чтобы не было клопов, мы сверху все стерим свое. 150 рупий за запросами отдали. Здесь так достаточно просторно, смотрите. Есть даже полочка специальная, на которой у нас лежит наш чемодан сверху. Вот здесь так, смотрите, 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 сам автобус. Вот он, двухэтажный. Там и дренад что-то еще сидит, делает. В 9 выехали, только в 6 утра приедем. Время 4.30 утра. Мы приехали в Будайпур. Все выспались, я выспался. В общем, мы взяли себе рикшу мотоциклетную за 150. Привезли нас куда-то в центр города. Эй, стой, стой, стой. Куда поехал-то? Thank you. Отели заранее в этом путешествии мы вообще не бронируем. Потому что наш план может в любой момент измениться. И отели могут тупо пропасть. Поэтому все делаем по приезду. Потому что и автобусы могут опаздывать. Например, наш автобус еще пришел на 2 часа раньше. О, вода есть. А пить можно, интересно? Да, да, да. Ну что, можно. Зубы почистить. Все четко. Судя по мусору слева, я не хочу здесь зубы чистить. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Там все занято, нет мест. Мы сейчас идем по улице и ищем другой отель. Надеемся, что там будут места. В итоге с пятой попытки мы нашли себе жилье на ближайшие 3 часа. В общем, комната каждая стоит 500 рупий. Здесь находится наша комната с Лизой. Вот такая вот комната. Тоже 500 рупий. А это у Али комната самая крутая на третьем этаже. Итак, мы проснулись. Доброе утро, ребята. Время 9 часов. Спали мы вот в этом отеле. В городе, который называется Удайпур. Сейчас мы все чемоданы наши оставим в отеле. Соответственно, мы из отеля выселяемся. И просто оставляем вещи. Они здесь хранятся. Мы гуляем весь день по городу. Смотрим всякие интересные места. Потом забираем вещи вечером. И уезжаем на автобусе в следующий город. Здесь вот ребята делают местный напиток. Это такая газировка с лимоном. Стоит 20 рупий. Нам нужно как следует позавтракать. И отправиться по нашему маршруту. Потому что сегодня будет очень много интересных мест. Которые есть в этом замечательном городе. Кстати, насчет банкоматов, друзья. Нам говорили, что деньги снимаются только в Дели. И больше нигде нет банкоматов. Это уже третий город. И поверьте, в каждом городе есть банкоматы. Так что не парьтесь. Нельзя можно снять деньги. Ренат снял целых 20 тысяч рупий. И мы сейчас идем гулять. От меня закрываются зонтиком, чтобы я их не снимал. Посмотрите, это школьники походу. Бело-голубой одессы. Бело-голубой одессы. Бело-голубой одессы. Зашли в туристическую контору, где можно купить билеты на автобусы. Потому что у нас нет билета на автобус, который будет сегодня ночью у нас. Мы не смогли его купить. Потому что в интернете почему-то на сайте, где покупаются эти билеты на автобусы, нельзя платить российскими картами. Не важно, это Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк. Это не важно. Должна быть карта с внешней валютой. Поэтому мы зашли вот сюда. Здесь такая вот контора. И у нас получилось там 1600 с чем-то рупий за одного человека. Но минус в том, что мы переплачиваем себе 50 рупий за одного человека. Ну 50 рублей всего, не так уж и много. Зато у нас сейчас будет билет на сегодняшний автобус. Вот так вот выглядит эта контора изнутри. Здесь все, ребята, все заполняют. Все, билетики на автобус у нас есть. Сегодня в 5 вечера мы выезжаем в следующий город. Мумбай! Мумбай! Этот городок мне даже чем-то напоминает Испанию. Если не смотреть на мусор и на провода висящие, то в принципе он очень похож на европейский. Здесь у нас супер классная помойка, на которой обитает очень много осликов. Раз, два, три, четыре, пять, целых шесть осликов. А, девчонки нашли себе магнитики, да? Токос отменный. Мы забежали в городской королевский дворец. Ход в сам дворец стоит 200, там рупий. Мы в него не пойдем. потому что нам нужно успеть на лодку и за лодку модель 435 человека. Сели мы на лодку, вот там справа дворец королевский, пробыла мимо него, и дальше нам еще примерно час плавать по этой реке и по городу. Мы выплыли из реки в озеро. Озеро называется Печово, и оно просто окружено шикарными, дорогущими замками, дворцами, крамами. Вот этот белый дворец, например, превращен сейчас в отель, но не действующий. Очень интересно обсуждать во дворце, но стоимость зашкаливает, причем там всегда все места заняты. И вот подплываем еще к одному острову, вот он, это тоже все отель, и цены там космические. Высадились на одном из таких островов, он называется Джагмандир. Зацените Лизе новый прикид, она теперь местная королевна, королевна Индии. Сейчас сделаем очень классные фоточки в Инстаграм, поэтому, ребята, обязательно заходите в наш Инстаграм. Ну как, чувствуешь себя королевной Индии? Вот смотри, вот сзач, иди вот так, смотри, вот так проходишь. Типа все это твое государство, всем управляешь, смотри. Ренат устраивает мне челлендж, пока мы ждем очередь на канатную дорогу, которая есть в одном городе, он мне покупает пять мороженых, я должен их съесть. Я ему даже буду распаковывать. Зай! Ренат, ты вообще нормальный, нет? Ты уже три съел. Ты уже три съел. Разных причем. Причем три мороженых я уже съел, тебе еще нужно пять съесть. Это первое. К нашему челленджу присоединились все местные жители, я ем уже второе мороженое. Нам подошел только что чувак, говорит такой, я тебе, здравствуй, я из Америки, а вы домой вообще в Индии, вот вы едите мороженое, говорит, у вас плохо не бывает. И вам плохо не бывает, мы говорим, нет, вы всегда едите мороженое. Говорит, я так хочу мороженое, и не знаю, можно ли его купить. Боюсь, да, говорит, что плохо. И он так до сих пор сидит и смотрит, как вы едите мороженое, до сих пор его не купил. Ждет, не будет ли оно плохо. Я уже даю, а куда мороженое? Дорог. Мне нравится один вкус, это уже четвертый. Короче, у меня внутри уже реальный холодильник. Там уже замерзли почки, легкие, печень, сюда отвалится. Вот этот парень говорит, что чувак, там есть другие вкусы мороженого, иди, другие купи, хватит есть одно. Я уже четвертое ем. Я уже язык анимел просто, я не чувствую языка, зубов. Раздавай, что ты там, анимел у него язык. Не станье. Давай, пятое мороженое. Мороженое раздали детям. Лиза, молодец, купил детка мороженое. Не то, что я сожрал пять штук в одну харю. У меня такое ощущение, что я пришел в Дубновом. У меня в холодильник, короче, а без боли лучше. Посмотри, это бонус. Эта канатная дорога рассчитана явно только на местных жителей, потому что из туристов здесь только вот мы. Раз, два, три, четыре, пять человек. Все остальное, это все, местные жители. Обратите внимание на аппарат, на котором мы сейчас поедем. Он вот так закрывается на древние старые двери без ручек. Вот он закрылся, закрылся. И смотрите, две кабинки вот эти одинаковые, да? А вот эта кабинка, она, видимо, когда-то падала. Видите, на ней даже крест. Мы экстремалы, конечно. Катаемся на какой-то рухляде, который сто лет уже. А вот эти штуки, которые все это дело двигают, смотрите, они просто так шатаются, как будто сейчас их вырвет с хорнем и просто кабинка улетит вниз в ущелье. Заходим в кабинку, в кабинку, заходим. Вот и все, удовольствие. Две минуты за 100 рублей. А здесь наверху вот такая смотровая площадка. Открывается офигенский вид на весь город. На все королевские дворцы. И город такой белый. Кстати, реально белые горы же, да? Мы же говорили, что Удайпур это город белый, белого цвета. Вот белый город, реально все белое. Здесь очень даже прикольно. Такой мини-форд. Все это в окружении города. Он просто окружает всю эту вершину. Пытаемся уехать с канатной дороги. Мы спустились вниз на одном тук-туке. Один тук-тук нам бы обошелся в 150 рупий, но они таки не хотят нас везти. Говорят, бейте два тук-тука. Да, да, да. Не так-то просто все объяснить, куда нам нужно ехать. Все, пять человек подошло, все ему объяснило, и мы понимаем, куда нам нужно ехать. Лиза молодец, она кровью сражается, сражается за наши деньги, сражается за наш комфорт. Это еще очень здорово, если бы время было, я бы, безусловно торговалась, просто вообще некогда шанс. Она сражается за наши деньги, пытается сэкономить, чтобы мы как можно меньше потратили, а мы купили бараны, с ней спорим, стоим на улице, она нервничает, ну вот так. Нам очень жаль, что так получается. У нас высадил прямо посредине города, не дойдет до нашего отеля. Говорит, что очень мощный трафик, много туристов, не хочет дальше ехать. И мы ему предлагали, что давайте нас довезешь, возьмем чемоданы, погрузим тебе в тук-тук, ты заработаешь еще денег и довезешь нас до нашего автобуса. Он не хочет из-за трафика. В итоге нам нужно зайти пешком. Дошли до нашего отеля, вернулись обратно, он прошел проверку, нашу проверку. Мы все вещи оставили здесь. Индия пока фу-фу-фу, очень даже радует, несмотря на то, что нам там говорили, что вещи воруют. Получается, четвертый раз мы оставили вещь в отеле. И уже на весь день приходим все вещи на месте. С чемоданами, конечно, так вот ходить не очень прикольно. Такая горочка кругая. Теперь новая задача найти новый тук-тук, который нас довезет до нашего автобуса. В итоге договорились на 250 рупий за тук-тук, то есть 50 рупий с человека. Едем 5 километров всего. Недалеко на что поделать наши чемоданы, пешком мы не пойдем. Вот мы и добрались до наших автобусов. Поедем опять вот на таком автобусе, он двухэтажный. Когда вы бронируете автобусы, обращайте внимание на адрес обязательно. Там на этой бумажке распечатанной, там всегда есть адрес. И просто говорите тук-тук, куда вам нужно приехать, вас привозят. Но бывает так, что вас привозят, а автобус может находиться там, не знаю, плюс-минус 50 метров, да? И нужно пройтись. Еще очень важный момент. Обязательно иметь местный телефон. Потому что если адрес меняется, такой бывает, вам присылают смс-ку. И вообще каждый там вас уведомляет, что вот вы бронировали какой-то автобус, какой-то, что да, подтверждение, присылают номер водителя, телефон и все его имя. Обязательно ставить номер, который ваш. Не у чувака, которого вы бронируете, ваш номер. Да, это обязательно. Потому что здесь все меняется, как в муравейнике. То есть здесь 5 секунд автобус может быть другом везде. Вот мы и тронулись на нашем суперплутом автобусе. Он немного похуже, чем был в прошлый раз. Но тоже нормальный. А чем хуже? Есть даже кондиционер. Ну, в принципе, нормально, да все отлично. Чем он хуже? Чем хуже? Хуже тем, что вот здесь была большая полка, вот здесь большая полка была. И туда можно было положить большой чемодан. А придется ее вот так, видишься ютиться. Чего там будет здесь? Здесь нога моя, а здесь твои ноги. В общем, вот такая полка. Как я вам уже рассказывал, мы купили себе простынь. Просто не стерем сюда, потому что здесь клоповник. Здесь испят все индусы, все местные. А второй простынечко накрываем. А второй простынечко накрываем. А второй простынечко накрываем, сколько ты взял. Билет давай. Кондуктор проверяет билет. Пожалуйста. Пожалуйста. Пять людей. Пожалуйста. Один, два, три. Один. Это Валя? Нет, нет. Где Валя? А, это, извините, извините. Один, два, три, четыре, пять. Спасибо. Спасибо. Едем в Мумбаи. В Мумбаи два дня. Там на снимаем кучу выпусков. Я хочу добавить, что есть два варианта автобусов, где вы можете распечатывать билет, где нужно обязательно распечатать билет, и у вас не примут мобильную версию. А есть, где не нужно иметь распечатанный билет. Соответственно, можно приедать на мобильнике. Но, реально, люди, я вам советую все распечатывать. Индия – это страна бумажек. Они просто не могут воспринимать то, что у вас там на айпаде, на телефоне написано. Это никак, никак не воспринимается. И вот бумажку им показывают, что там пять человек. На одно имя все записаны. Всем 27 лет. Все едут на пятиполках. Все Грачевы и Елизаветы едут на пятиполках. Пофиг. Понимаете? Это пофиг. Но главное, чтобы была бумажка. Все. Все сказала. Донесла по информации. Очень, ребята, все. Ставим палец вверх. Подписываемся на канал. И до встречи в следующем выпуске из Мумбаи. В Мумбаи будет полнейший трэш. Я вам обещаю. Это будет еще хлеще, чем было в столице в Дели. Все. До встречи в следующем выпуске.